Друзья, всем привет! Сегодня я хочу рассказать об одном из своих приемов, который часто использую в постобработке. Этот прием называется эффект Ортона. Суть этого эффекта заключается в небольшом размытии светлых областей, создавая узнаваемую сказочность или мягкость фотографии. Этот прием очень востребован многими профессиональными фотографами, главное использовать его в меру. Наиболее эффектно он смотрится на тех фотографиях, где содержится много мелких деталей, например, яркая осенняя листва или летняя трава, или на фотографиях с теплым заполняющим светом в пейзаже. Вообще, эффект Ортона назван в честь известного фотографа Майкла Ортона. Ссылка на его сайт есть в описании, можете ознакомиться с его работами. Майкл придумал этот прием еще во времена пленочной фотографии. В те времена воссоздать этот эффект было довольно сложно, но сейчас, в эпоху мощного инструмента Photoshop, процесс намного упростился. Существуют разные варианты создания эффекта Ортона в программе Photoshop, и сегодня я покажу свой способ, а также поделюсь готовым экшеном, чтобы и вы могли его применять в своей постобработке буквально одним кликом мыши. Итак, поехали! Сразу отмечу важный момент. Эффект Ортона применяется в самом финале обработки фотографии, то есть в самом конце, когда сделаны уже все главные шаги по обработке. Итак, создаем новый слой. Затем нам надо этот слой размыть с помощью фильтра «Размытие по Гауссу». Значение размытия используется по вкусу и зависит от размера фотографии. Для размера моих фотографий с камеры Canon Mark IV я использую радиус размытия около 29-30 пикселей. Теперь открываем этот слой в Adobe Camera Raw. Увеличиваем яркость с помощью движка «Экспожер». Поднимаем контраст, чтобы усилить разницу между светлыми и темными областями. Также можно немного увеличить насыщенность. И слегка добавляем теплый оттенок. Нажимаем «Ок». Предварительно слой для наложения эффекта Ортона мы подготовили. Но, как я говорил ранее, наиболее естественно эффект смотрится только в светлых областях кадра. Чтобы нам ограничить область применения только в светах, создадим маску. Для этого мы заходим на вкладку «Channels» – «Каналы». И нажимаем иконку «Выделение области по яркости». Затем вновь возвращаемся на вкладку «Слои». Нажимаем «Создать маску» на нашем размытом слое. В итоге мы создали маску по яркости. Теперь убираем прозрачность в ноль, чтобы наши глаза привыкли. И постепенно мы увеличиваем прозрачность слоя до тех пор, пока эффект нас не удовлетворит. Обычно я использую режим прозрачности для этого слоя в районе 20-25%. Давайте посмотрим до применения эффекта Ортона и после. Как мы видим, после применения эффекта Ортона появился эффект мягкости на фотографии, волшебного заполняющего света и сказочности. Я думаю, эффект Ортона вы могли наблюдать на многих фотографиях профессиональных пейзажных фотографов. Так как этот эффект я применяю достаточно часто в своей обработке, я написал специальный экшен, чтобы ускорить рабочий процесс. Давайте обработаем еще одну фотографию с помощью написанного мной экшена. Открываем новую фотографию. Допустим, эту. Теперь, чтобы применить эффект Ортона, мне достаточно сделать несколько кликов мыши. Заходим в экшен. Написанный мной экшен называется Ортон. И нажимаем кнопочку «Выполнить». Как мы видим, после выполнения экшена появился новый слой, уже созданный маской яркости. До применения и после. Чтобы и вы могли воспользоваться моим экшеном, в описании я разместил ссылку, по которой вы можете скачать и установить себе этот экшен. Если у вас есть дополнительные вопросы, пишите в комментариях, а также подписывайтесь на мой канал. Впереди у нас еще будет много интересного. Поехали. Поехали. Продолжение следует...